Ну вот там периодически я почитываю. Да что это? Это дети 15-17 лет с отъедем, кто-то не понимает. Отъедей после 30-ти нормального мужчину. Я по-русски. Если вы интересует вопрос, как набить лицо, то наверное у него с головой там не в порядке до сих пор. Понимаете? Потому что уже после 30-ти там надо думать о семье, о карьере, о воспитании детей. Понятно, что необходимо сохранять мужские какие-то там. Жену оскорили там, что-то на улице случилось. Но это не идея-фикс. Основное, если вы здоровы, то вы в состоянии двигаться по всем своим направлениям. Если здоровья нет, что происходит? Это страх. И я в силу того, что я просто по своей работе я как-то много ездил, общался всех этих мастеров, узнал и знаю, продолжаю тренироваться. У меня выработался какой-то вот, как я считаю, все-таки срединый не будет. Поддержание себя в какой-то... У меня друзья приходят, у меня там были то отваливаются. Я реально, как только начал, сейчас я много лет уже занимаюсь, лет 15, у меня пошли все хронические парни. Ну как, я их чувствую, не сказать, что там бывает иногда, если я что-нибудь сделаю не то на автомате, то мне сразу там тело напоминает. Я сам на себе сижу и не любяюсь. А так уже нет. То есть, книга о том, вот для основного людей приходят к книгу и говорят, вы не умеете делать само благо, не умеете любить себя. Вы себя не любите. Вы не спите, вы кормите себя всякими нехорошими вещами, вы не соблюдаете режим, вы психуете, вы не любите, вы себя уничтожаете. И вы хотите, чтобы вас кто-то любили. Если вы не научитесь любить себя, вот тело, свое себя просто, то вы не научитесь, не чтобы вас любили никого-то. Вот бережное отношение, прежде всего, к самому себе. Вот эта тема, там, самопожертвования какого-то, ну, пожертвовать, раз, два, три. Потом вас забудут, и вы где-то там. Это, к сожалению, жизнь-то. Скажите, пожалуйста, на какой канал вы работаете? Теоретик, смотрим телевизором? Анна Ньюз. Мы не работаем. Это не телевизионный канал. Это абхазское независимое новостное агентство. Это интернет. В Москве можно увидеть? Сейчас компьютер заходит, набирает Анна Ньюз, Сергей Бадюк, я вам сразу выйду. Понятно. И второй вопрос. Как вы к Прилепину относитесь после того, как писатель пошел на войну? Это выбор Прилепина. Мои друзья близкие. А я где что? Он взял у тебя ужин, что ли? Я не видел. А я где сейчас? Не, ну вы сказали, что вы, как бы, домонарист там сидите. А он? Он майор. Вы как думаете, что если там что-то будет происходить, вы что думаете, я буду ждать, пока мне голову отдыхают? Нет. Естественно, нет. Вот и все. Вот во мне весь ответ. Со мной рядом постоянно ездит человек с автоматом. И если дойдет до дела, я этот автомат возьму. Потому что со мной едут ребята молодые, сокливые, которые его не держат. И с той стороны там, ну я не участвую, как бы там ситуация на юго-роскопе Украины. Это другая история. Нет. Но это его дела. И я уважаю его. Извиняюсь. Да. И я считаю, что это оправданная история, когда ты говоришь с фашистами, с прочим. Поэтому выбор Прилепина, это выбор Прилепин. Мы с ним близкие друзья. Я не во всем с ним согласен. У меня есть немного о чем поговорить. Но он человек, который сказал и сделал. Он большой писатель. Он большой писатель. Он друзья ветеранов. Реальный ветеран. Реальный человек, который воевал, терял друзей, которые были там. И таких людей у нас сейчас мало. Всем хорошим не будешь. Понимаешь? Если ориентироваться на все то, что там, допустим, мне что-то пытается... Там в лицо никто не говорит, Светом Засковым. Надо сесть, закрыться, думать. Я его очень уважаю. Понимаете? Это человек с позицией. У меня есть люди, которые у меня там реально в них там вопросы и сильно раздражают. Вот прям раздражают. На уровне раздражения. Но я уважаю их как журналистов. А журналисты нет. Понимаете? Это мое отношение к человеку. Вот еще. Не буду говорить фамилии. Выдающихся считаю. Но одни с которыми своими вещами ну просто у меня вот до иступления. Ну вот это он не крестал больше. С первого канала. Реально я вот... Я учусь на его программе. Я вот смотрю, как он разговаривает. Как он все ведет. Как он прекрасно умеет построить интервью человека. То есть все. У меня прям как учебник. Но периодически что-то как сделают с той хоть платы. Ну с моей точки зрения. Вы не про Познера? Я не про Познера. Согласна с вами абсолютно. Потому что просто вот... Учусь на Познере. Хожу за ним на всех. Вот пресс-конференции. Икона журналистик. Познер. Да. Ну периодически что-то... Наверное, человек имеет право. Но я ж... Но я как бы... Ну вот да. Я реально... Икона журналистик для меня. Но мне... Я не совсем согласен. Ну и что у меня после этого? Понимаете? Не, да. Не будешь же всем короче. Да нет, надо просто... Великий же согласный. И дело не в том, не в этом последнем стандаре совершенно. Вот реально не в этом. Была очень давнейшая история. И я не готов сейчас ее обсуждать. Вот тогда мне как-то аж перегородило все. Ну и что? Ну это я посмею. А люди, может, посмею. А вот у вас есть несколько... Несколько фильмов, где вы снимались. Вот к кино относишь? Тридцать. Тридцать. Тем более. Нет, я посмотрела вчера в интернете. Мне показалось, что не много. Извините, я просто не туда глянула. У меня тридцать проектов. Ну можно сказать, что вы уже дали. Что такое для вас кино? Почему вы туда пошли? В кино это была такая история, знаете, наверное... Какая самая интересная роль? Ох! Соловей разбой. Реально. И у меня сейчас роль... У этого же режиссера, у Егора Баранова. Я снимаю в фильме «Боголь». И я играю в «Кузнецовоку». У меня там реально очень большая работа. Очень тяжелая, драматическая. Это такая уже «Роль Рольфорс». Я ему безумно благодарен, что он меня пригласил. Но там не то, что он меня даже пригласил. Он мне честно сказал, он очень хорошо ко мне относится. Все говорит, Сереж, надо. Иногда я тебя режиссер просто берем, и я тебя беру. А тут ТНТ утверждает, поэтому пробовали. Черт будет? А? Черт будет? Все будет. Нет, черт я не видел. Я говорю, все будет. А, это замечательно. Но реально фильм потрясающий. Он не оставит равнодушный никому. Хайп одиннется до небес, но он снимает. Я думаю, что этот фильм, как актерский, актерский перебой. Соловей-разбойник, там же длинная история. Сценарий Соловей-разбойника, историю про Кузнеца, мы с Иваном написали вместе. Он приехал ко мне и говорит, что у меня есть сценарий офигенный. У меня там есть вот такой персонаж, командир. И мы вместе проговорили, как он должен быть, почему он такой, почему он такой. Потому что мне там несложно было, я был сам собой, отменяемый, просто взял. И потом я говорю, Ваня, если ты когда-нибудь будешь его снимать, без меня, я тебе приеду. И он не забыл, он разваленный. А тут уже другая такая роль. Я очень надеюсь, что он очень выйдет. Это будет сериал на ТНТ, если не серийный. Так что жгите. Это Мечаро на Кутере, да? Нет. Фильм Гоголь, подробности раскрывать не буду, скажите. А, аминь. Это очень непростая история. Пробъективно, скажу, мне много приема. Потому что человек, наш западный человек, вот мы европейского склада характера. Ему надо бы сейчас вот быстро рассмотреть. Вот. Все. А когда будет? Отдайте таблетку. А когда результат? Я говорю, а давайте напишем за 10 дней. Да напишите за день. Какая нафиг уже разница? 60 дней это тот минимальный срок, при выполнении которого, если вы четко выполняете все указания, вы визуально увидите эффект и физически его почувствуете. Кто-то начинает чувствовать через 21 день средний срок. 21 день. Но это вот прям жестко надо делать то, что я сказал. Кто-то быстрее, там, метаболизм тот возраст, кто-то медленнее. Но в среднем за два месяца люди четко чувствуют улучшение. Но это только первый шаг. Когда человек уже зацепился, а вот пошло лучше, то дальше уже дай лучше. Это не ситуация вот раз и все, а потом опустил. Я стараюсь объяснить в книге, чтобы это стало образом жизни. Когда вы ходите там и говорите, а вот это, я хожу на йогула три раза в неделю. Ни о чем разговор. Я в зал хожу три раза в неделю. Разговор ни о чем, ребята, ничего не будет. Ну что вы пришли в зал? Полчаса переодеваемся. Взяли телефон. На тренировку нам 8 раз позвонили. Кто-то подошел поздороваться. А как дела? Ой, тренажер занят. Ой, мы вышли. Реально, если вы час занят, полтора раза, реально работаете в лучшем случае 45 минут. В лучшем случае. Если вам еще повезло, стоили. Потом вы заболели, пропустили. Потом зажигая сладенько. А выпекая водочки. История в никуда. А, кстати, о водочке. Как вы, как человек, связанный со спортом, относитесь к укреплению спиртных напитков? Я не употребляю алкоголь, но я не слышу, что это пришло ко мне вот так вот сразу. А как стресс в Сирии снимают люди, которые там вот под... У нас, у нас подразделения, во всех наших подразделениях, которые реально задействованы в боевых действиях, какой закон. То есть это... На базе химимимов, чёрт-то скажу, служебник может... Если тебя увидят где-то пропить, это арест военной полиции. И там дальше даже не хочу... Там что-то можно купить спиртные. Спиртные можно купить везде. А как все эти члены? Да нормально ведут, нормально. Я с ними общался долго, они нам помогали. Опять, мне помогали, мои зубы помогали. Хорошие ребята помогали. Там, вы знаете, что... Вот реально тот случай, когда ты смотришь, гордишься вот русским солдатом, русским офицером. Вот реально... Вы учли какие-то свои ошибки Афганистана? Мы всё-таки не наступаем на границ? Ребят, давайте назовем... Включаем эти вопросы. Не, ну хотя бы вот сухой закон, и то, что людям запрещено пить, это уже всё-таки значит очень не что-то. Потому что там большие ошибки людьми совершаются. Да и в Афганистане был сухой закон. В Афганистане был сухой закон. Ну, за него никто не наказывал, когда его? Наказывали. Всё большое. Легенда большая. Всегда наказывали. Воинские поназеления... Стоп, у нас... Вам на Ньюс поназеление, у нас сухой закон не встречается. Ну, я просто не пью, а ребята, которые уезжают, просто запрещено. Если запах алкоголя, то собрался опять в данном статусе. Как по-вашему, как долго в Сирии все будет продолжаться? Бесконечно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.